Добрый день! Сегодня мы поговорим о выпавшем, я его называю так, вокалисте легендарной группы Юрахип. А вы знаете, на нашем канале Юрахип всегда пользуются спросом, успехом. Мы сами обожаем эту группу. Но почему-то об этом человеке вообще очень мало информации. А есть повод поговорить почему. Потому что ему 26 апреля в этом году исполнилось уже 65 лет. И не странно, он нас порадовал еще весной новым альбомом Two Rivers. Кстати, очень хороший альбом, сразу же его рекомендуем. Речь идет о Джоне Сломане. Джон Сломан. Джон Энтони Дэвид Сломан, как мы уже говорили, родился 26 апреля 1957 года в городе Кардифе. Это Уэльс. Семья была у него самая обычная, с 7 лет он запел. Но, видать, музыкальные гены присутствовали, потому что его двоюродный братец играл в группе Шекин Стивенс. На тот момент эта группа была не очень известна на бас-гитаре. То есть, пацану было на что ориентироваться, на что смотреть. Но самое удивительное другое. Давайте начнем с середины. Что массовая меломанская публика знает его исключительно по альбому Юра Хит, Конквест 1980 года. Иногда его произносят как Конквест, но правильнее скорее, конечно, Конквест. Так вот, именно этот альбом, это притчевоязыцах. Это вот какая-то, получается, пограничная штука. Почему? Большинство меломанов, даже вот недавно общался, проклинают эту пластинку, говорят, что это ерунда полная. Но на самом деле мы в своих роликах о Юре Хипе, например, о том же Тревор Болдере, мы рассказывали, бас-гитаристе группы, который тоже записывался на Конквесте, говорили, что пластинка эта в многих отношениях знаковая. Потому что это и последняя пластинка с Кеном Хенсли, и Кен Хенсли выдающийся композитор, еще раз подчеркнем, о котором мы тоже много рассказывали в нашем канале. В общем-то, это была его с Юрой Хипом, наверное, лебединая песня. И на альбоме присутствуют шикарные вещи. Давайте скажем так, три песни замечательные. Не случайно британский авторитетнейший журнал Sounds называл этот альбом, наверное, чтобы никого не обидеть, но в то же время и подчеркнуть второстепенным шедевром. Вдумайтесь, второстепенный шедевр, да? В этом что-то есть. Так вот, этот второстепенный шедевр, все равно, вот недавно с одним рассказывал, прожженным нашим алдырем, старым хипономом, любителем верхних, так говорит Конквест ерунда. Говорю, вот тут послушай, не с Бадунаут, но трезвую голову, вот возьми поста, нормально послушай его. Слушайся. Да, согласен, там налеты странности присутствуют. Но вокал-то шикарный, сломанный, шикарный. Вы понимаете? Самое интересное, что когда он пришел на прослушивание группы Юрахи, а сложилась его судьба музыкально, интересно. Он, например, из той серии людей, которые себе по жизни гадят. Извините за это сравнение, но так и получалось. У него были великолепные перспективы везде. Карьера могла сложиться по-другому. Поясню почему. Это, кстати, факта недостаточно. Известно у нас так тем более. Он, вы это видели, например, на обложке, на фотографиях, видите, ну, чистый херувим. Внешность великолепна. Он тут в длинные волосы, блондинистый такой типаж, поет шикарно, играет на всем чем угодно. То есть, везде он, ну, вхож. Были у него по детству маленькие локальные группы, самая известная, которая выпустила хорошую пластинку в 77-м году, Lone Star. Группа, которую подписали CBS Records. То есть, там было все нормально. Но, до этого же вы поймите, какие были у них моменты с этим Lone Star. Все дело в том, что в этой группе подобрались хорошие музыканты. И пластинка, кстати, 77-го года замечательная. Вот она, Fearing on All Six, не очень, кстати, известная, но мы просим вас на нее обратить внимание. Почему? Потому что это 77-й год, это такой хард, своеобразный. Но это эпоха панк-рока. Вы помните. Панк тогда смел все. Секс Пистол, Снэвэмайн Зе Балакс, и ничего не нужно. И поэтому было сложно прорваться. Но пластинка шедевральная. Вы знаете, даже Джон Пилл, о котором мы рассказывали, выдающийся британский диджей, радио-диджей, он сказал так тогда, что если Lone Star не раскрутится, я отпилю себе обе ноги и буду по кусочку высылать по посте. Кому он мне написал, конечно, адресат, но можно догадаться кому. К сожалению, группа не раскрутилась, ну и, слава богу, Джон Пилл остался с двумя ногами. То есть, наверное, он подумал, что это, наверное, чревато все-таки. Надо поостереться от таких слов, заранее сказанных. Но, тем не менее, это вот такой один момент. И так вот, до подписания контракта CBS Records на группу вышел знаменитейший, мы о нем рассказывали, и легендарный Питер Грант, пятый участник в Эдзепплин, как его называли, менеджер группы. Такой огромный, мы о нем говорили, бородатый дядька. Так вот, он заинтересовался группой, потому что он начал раскручивать, вы помните, создал свою фирму Грамзаписи в конце 1974 года, Swan Son, Лебединая песня, и он раскручивал и искал новые группы. Ту же Мэгги Белл нашел, о которой мы рассказывали, те же его подопечные Bad Company, он занимался ими параллельно с Эдзепплин. Так вот, ему нужны были артисты, потому что ему нужна была база. Любой фирме Грамзаписи нужен подбор репертуарных вещей, артистов, расширять базу. Так вот, получилось так, что он пригласил их в Германию, в Мюнхен. Тогда Эдзепплин писали там альбом Presence, это 1976 год. Назначил встречи на утро. Но как вспоминали сами участники Lone Star, они еще в аэропорту подумали о том, до посадки в самолет, а не купить ли нам бутылку Брэнди. Бутылка Брэнди превратилась чуть ли не в тотальную пьянку. На рейс, конечно, они опоздали, все, лучшая традиция жанра. И убедились в том, что Питер Грант два раза предложения не делает. То есть пролетели мимо кассы со свистом. И, слава богу, что CBS подписали. Тем не менее, и там карьера не сложилась, но зато было предложение от Юри Хип. Когда он приехал, Джон Сломан, на студию в лондонскую Хипам, в студии был Микбокс и Кен Хенсли. Фактически два главных человека группы. Он говорит, сразу первое впечатление, это Сломан вспоминает, Микбокс это душка, конечно, приятная. Такое впечатление, что с ним знаком всю жизнь. Очень приятный человек, это мы тоже подчеркали в нашем ролике о нем. Все говорят так. А вот Кен Хенсли, конечно, ну, со своей величины, все-таки вы поймите, Феррали, Линкольн, полный гараж машины, миллионер, он всегда, конечно, выделялся. Он говорил, что Юри Хип это мое детище, я авторство и все остальное. Ну, имеет право, давайте скажем честно. Имел, вернее. Но, тем не менее, что ты принес, сказал Кен. Он принес демо-запись альбома Лон Стар, какую-то еще свою запись поставил Хенсли. Мику понравилось боксу, а Хенсли сказал, слушай, а кто играет на ударных, на клавишных? Джон сказал, это я все, а он универсал. На все может играть. Хенсли так на него посмотрел. Да ты маленький Стиви Уандер, ты на все можешь играть и так поешь еще? В общем, после недолгих совещаний группа вступила в дебаты. Сломан был за закрытыми дверями. Дебаты в чем? Хенсли категорически не хотел видеть сломана в группе. Не вокалисты, и все, он не подходит. То есть тут, наверное, скорее всего, вы знаете, вот момент неприятия изначально возник, из-за того, что человек, наверное, чрезмерно творческий, или какой-то такой оплом присутствует, который Хенсли не понравился. А остальная группа не возражала. В конечном итоге голосование закончилось тем, что вышел из кабинета барабанщик Ли Керслык, пожал руку Джону Сломану, Сломан думал, что с ним прощается. А Керслык сказал, пока, парень, удачи тебе. Закончилось все тем, что Керслыка, барабанщика, поперли из группы, но мы об этом рассказывали в нашем ролике о Ли Керслыке. На нашем канале есть об этом барабанщике ролик. И Сломана в группу взяли. Все-таки большинство проголосовало, Хенсли пыхтел, он его не воспринимал, но тем не менее альбом вышел, Конквест, все прошло хорошо. Об альбоме мы уже говорили. Хенсли из группы ушел, группа фактически еще просуществовала какой-то период, творила тот же, например, альбом Эбоминок, но это уже в 82-го года, это уже было с другим вокалистом, это без Сломана. Сломан попал в группу Юфо, подыграл там немножко накладочных, над альбомом The Wild, The Villain and Innocence 81-го года, но и там не сложилось, потому что, в общем-то, Юфо тоже особо не нуждались в услугах клавишника, вокалист у них был и свой хороший, поэтому попал он в следующую группу, поиграл немножко с Гэри Муром, благодаря знакомству с Нилом Мюрре, бас-гитаристом. На тот момент Муро еще восторгался, что попал в тот состав, где на барабанах был у Муро легендарный и пейс из Deep Purple. Вы можете Сломана послушать у Муро на одном альбоме, это 83-го года, Live in Japan, живой концерт в Японии, есть там его вокал. Да, еще на Коридору в Павле, 82-го есть бэк-вокал, немножко тоже его. И все! Фактически из таких знаковых крупных групп все выпадало. Вы понимаете, то там не срасталось, то были немнятные сольные альбомы, но мы вам очень рекомендуем альбом 2016-го года, фактически Сломан тогда проснулся, Don't Try This At Home 2016-го года, Эльдорадо 2018-го года, послабее на наш взгляд, а вот 22-го года с удовольствием прослушали и вспомнили славные времена славного Юра Хипа. И пусть это будет самый проклинаемый альбом, но, честно, скажу не для того, что именно Сломан там Любимого Колеса, не, альбом шикарный. По сравнению с том потоком, извините за сленг Кала, который в наши мозги сейчас вливается со всех сторон, это просто шедевральные вещи. Шедевральные. И это не брюзжание меломана с опытом, как хотите, называйте. Просто это просьба к молодым слушателям, прежде всего, тщательно изучать наследие прошлых лет. Там много жемчужин просто поразительного качества. Копайтесь. Помните, да, притчу о том, как копался в навозе и жемчужину нашел? Так вот, мы всегда за то, что копаетесь в музыке. И не только в музыке, но и в хороших книжках тоже. Не забывайте. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok